Добрый день, дорогие зрители канала Ваша Дача. С вами Татьяна Башмакова. Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я вам расскажу некоторые секреты о походе за фиалками. А в частности расскажу, как заставить фиалочку зацвести ко времени и развею некоторые мифы. Миф номер один, на котором хотела бы остановиться поподробнее. Фиалку непременно надо поливать в поддон или с фитилем или без фитиля. Грунт должен быть обязательно торфяной. Мои фиалочки вот я для эксперимента специально посадила в такие горшочки, в которых нет поддона. Раньше поливала только в донышко и сейчас поливаю и в донышко тоже. Но вот фиалочки, которые в таких вот больших горшочках, их тут много. Вот они фактически все в таких горшочках, они у меня поливаются только сверху. Если правильно поливать, то есть давать пересыхать после полива земляному кому, то можно спокойно поливать фиалочку только сверху. Миф номер два. Фиалки непременно для цветения надо подкармливать. Причем часто летом. Вот эти мои фиалочки растут на северном окошке и как вы можете видеть очень густо. То есть, цвета у них мало и я их подкармливала два раза прошлой весной. Сегодня 7 декабря и они до сих пор непрерывно цветут. Конечно, это не огромные букеты цветов, которые будут весной ранней, но вот такое вот цветение продолжается вот фактически с прошлого февраля месяца. Я их пересадила прошлой зимой и вот они все цветут. Так что не надо пытаться перекармливать, но если вы садите в питательный грунт, я высаживала свои фиалочки в грунт из лесопосадки. С песком вы можете смотреть видео, как я делаю грунт и вот этого питания им вполне хватает для хорошего цветения. Если бы мне надо было более пышные букеты, то я бы могла бы и подкармливать, но этого вполне достаточно даже на два года, если большие горшочки. Таким диаметром больше 6 сантиметров диаметр цветочка прекрасно они цветут и даже в малом объеме. Миф номер три. Фиалке нужен только маленький объем горшочка. Вот я посадила вот эти все фиалочки, маленькие розетки, сразу большой объем. Большой объем это у меня горшочек 600 миллилитров, причем без дренажа. И вот моя фиалочка в этом объеме, так как у меня времени не хватает постоянно ухаживать, пересаживать, она будет находиться три года и три года будет цвести. Вот все эти фиалки в объеме 600 миллилитров. Не обязательно нужен маленький объем, но нужен полив с просыханием. Вот фиалочки, которые я посадила, тоже прекрасно себя чувствуют в малом объеме, примерно в то же время. Но им явно не хватает питания и они все время пересыхают и мне нужно их пересаживать. А те развились. Розетки еще больше. Единственное, что дает большой объем, это большую, более мощную розетку. Вот еще про объем. Вот объем больше. Вот у меня таинственный остров в новую фиалочку завожу и лель макуни. Вот я маленький сажала листик и больший объем. Вот большим объемом вы можете видеть. Материнский листик крупнее и детки крепче. Вот так вот все-таки лучше, больше. А самое главное для фиалки это следить за поливом, то есть не переполивать. И теперь я хочу вам поведать основной секрет, как заставить фиалочку зацвести ко времени. Например, если это надо сделать зимой или ранней весной, когда еще она сама по своему циклу не дает самых пышных букетов. А мы хотим получить пышный букет, больше, чем даже такой. Вот здесь красивый букет, но более сочный, тут розовинки будет больше и цветов будет гораздо больше. Так вот, что надо для этого сделать? Сейчас вот такие букетики, а можно добиться гораздо большего. Нужно за полтора месяца начать, до того, как мы хотим получить цветение, начать подкармливать фиалочку. Я вот использую вот такой мастер, мастер для фиалок, но вы можете использовать любое удобрение, даже удобрение для петунии очень хорошо подходит. Я пробовала. То есть по норме мы подкармливаем один раз и через две недели повторно подкармливаем. И что надо сделать обязательно, то, о чем мы сегодня вообще не говорили, это освещение. Длительность дня должна быть 12 часов. Фиалки не любят яркого цвета, яркого солнца, но если это зима, то солнце не будет. То есть вы должны искусственно продлить день. Она может стоять не на ярком цвету, но день должен быть не менее 12 часов. Вот за месяц, если вы сделаете день 12 часов, вы получите огромные букеты. Гораздо больше, чем у меня 7 декабря, без всякого освещения и без подкорма. Так что используйте эти маленькие хитрости. Всем желаю легкого выращивания, красивых цветов. Оставайтесь с нашим каналом. До новых встреч!